Люстры, бра, настольные лампы, торшеры, уличные фонари, встроенная арматура. Советская, 97. Здравствуйте, ребята! Здравствуйте! Сегодня у нас финал, а это значит, что через несколько минут мы узнаем, кто станет победителем. Артём или Даша? А может быть, ничья? Да, всё покажет сегодняшняя игра. Ну что, я предлагаю приступить к первому конкурсу. Сразу скажу, что испытания вас ждут очень серьёзные, но вы, соперники, тоже достойные. Пока у нас лидирует Даша, но и радоваться, и огорчаться ещё слишком рано, потому что впереди ещё целый игровой день. И фишек сегодня вы зарабатывать будете много, поэтому пока выводы делайте ещё слишком рано. Ну что, первый конкурс, суть его вот в чём, ребята. Я буду вам загадывать загадку, а отгадку вам надо будет написать на стенде. Если вы грамотно это нужно сделать, будете допускать ошибки, я буду у вас фишки забирать по одной фишке за одну ошибку. Так что будьте, пожалуйста, внимательны. Один правильный ответ стоит три фишки. Одна фишка за скорость. Подходите к стенде, берите маркеры, поворачивайтесь ко мне. Итак, первая загадка. Он в полоску, как и пчёлка, постовой им машет ловко. Как пчёлка полосатый, постовой машет им ловко. Что это за такая? Он в полоску, как и пчёлка, постовой им машет ловко. Не то и не то. Это действительно жезл, не полицейский, не регулировщик, Артём. А жезл, я же говорю, что он в полоску, как пчёлка, постовой им машет ловко. Чем машет? Не полицейским же машет постовой и не регулировщиком. А жезлом? Четыре фишки. За правильный и быстрый ответ у Даши в копилке. И я читаю следующую загадку. Из Африки в город попала зверюга. Совсем ошалела зверюга с испугу. Лежит, как уснула. Буди, не буди, хоть езди по ней, хоть ногами ходи. Что-то зверюга убежала из Африки, улеглась на асфальт и лежит. Что-то с ней не делая. Не подглядываем. Молодец. Даша, не подглядываем, а иначе не засчитаем. Артём, что это у нас? Добрый. Правильно, зебра. Правильный быстрый ответ, поэтому у Артёма четыре фишки. У Даши за правильный ответ три фишки. И ещё одна загадка, ребята. Третья, последняя. Выходя на улицу, приготовь заранее вежливость и сдержанность. А главное, что нужно приготовить? Самое главное, не посматриваем друг у друга, когда выходишь на улицу. Вежливый – это хорошо. Но самое главное, когда ты движешься по улице, это что? Какое качество? Всё. Даша, посмотри, нет у тебя ошибок в слове. Ребят, вообще вы правы. И ты, Даша, права, и ты, Артём, прав. И собранными нужно быть, и уверенными. А ещё, ребята, что я хотела от вас услышать, это внимание. Внимательными нужно быть обязательно на дороге. Артём, у тебя есть ошибка «собранные». Пишется с двумя буквами «Н». Равно, как и слово «уверенность». Ну, Даша, исправилась, уничка. Значит, никаких ошибок. Дарьи, мы за этот ответ даём четыре фишки. Можно засчитать, как правильный ответ и быстрый. Чуть дольше думал Артём. И одна ошибка, поэтому Артёму две. Минус одна за ошибочку. Присаживаемся. И получаем фишки. Даша, тебе четыре. Четыре. И две Артёма. Хорошо, ребята, первый конкурс закончился. А сейчас самое время для нашей самой последней встречи с инспектором ГАИ, тетей Олей. Внимание. Ребята, здравствуйте. Здравствуйте. Вот и подошло к концу наше увлекательное путешествие в мир правил дорожного движения. Сегодня мы узнаем, кто же из вас станет победителем. Но это чуть позже. А сейчас мы с вами поговорим о том, как нужно себя вести, если на дороге обнаружили препятствие. Как вы думаете, что может помешать движению пешеходов или автомобилей? Ну, стояние дороги может быть плохое. Так, да. А что твой вариант? Какая-то стройка или когда там чинят трубы. Ребята, это может быть и сломанная ветка, и осколки стекла, и кирпичи, и открытые люки, канализации. Да всё что угодно. Вести себя в таких ситуациях нужно очень осмотрительно. Если рядом есть взрослые, то надо обратиться к ним с просьбой убрать препятствия с дороги. Конечно, поломанную ветку или кирпич вы сможете убрать и сами. Но при этом надо помнить о том, что это можно сделать только тогда, когда на дороге не видно автомобилей. А если не удаётся устранить препятствия самостоятельно, например, открытый люк канализации, тогда его нужно обозначить так, чтобы другие участники дорожного движения понимали, что нужно быть осторожнее. Об этом надо тоже рассказать взрослым, которые смогут позвонить в ГАИ или в дорожную службу и рассказать, на какой улице и в каком месте надо устранить помеху. Пришла пора нам с вами прощаться, ребята. Не забывайте, что в этой игре вы оба победители, так как самое большое богатство – это знания. Берегите себя и до новых встреч! Ребята, мы с вами вплотную подошли к тому, чтобы узнать, наконец, кто станет победителем. Сейчас вам предстоит самое ответственное задание. Это итоговое задание по результатам нашей игры на протяжении четырёх дней. Вы будете отвечать на вопросы. Всего их будет три. Я буду задавать вопрос. У каждого из вас я дам по три цифры – один, два, три. И буду давать варианты ответа. Вам необходимо будет поднять цифру с нужным вариантом. Хорошо? Под этим номером правильный ответ. А что вы подлили вдвоём и должны поднимать? Я читаю вопрос, а вы и даю вам три варианта ответа. Вам нужно поднять цифру и тебе одновременно с Артёмом нужного варианта ответа. Если вы за первый вариант ответа, то вы поднимаете единичку. Так дальше. Правильный ответ стоит здесь четыре фишки. Первый вопрос. Если у автомобиля мигают сразу четыре жёлтых фонаря, это значит, первое – он поворачивает налево, второе – он сломался, третье – он поворачивает направо. Правильно. Но снова мужской абсолютно вопрос, поэтому понятное дело, что Артём у нас ответил быстрее, зарабатываешь четыре фишки, а Даша – три за правильный ответ. Хорошо. Мне три положили фишки. Четыре, четыре. Четыре, Артём. Четыре. Следующий вопрос. Как выглядит пешеходный светофор? Первое. У него нет жёлтого сигнала. Второе. Внутри красного и зелёного глаза такого светофора – человечки. Третье. У него нет жёлтого сигнала и внутри красного и зелёного глаза такого светофора – человечки. Правильный ответ – у Артёма. Это третий вариант ответа. То есть у него нет жёлтого сигнала и внутри красного и зелёного глаза такого светофора – человечки. Запоминай, пожалуйста, Даша. Итак, четыре фишки – быстрый очень был ответ и правильный у Артёма. Хорошо. И последний, третий вопрос. Внимание! Как правильно переходить площадь? Первое. Посмотреть по сторонам и быстро перебежать. Второе. Наискосок. Третье. Только пешеходному переходу держа за руку взрослого. Итак, ребята, одновременный, правильный и мгновенный ответ, поэтому каждому из вас я даю по четыре фишки. Молодцы. Ну, одновременно подняли настолько быстро, что я прям удивилась. Ребят, вопросов больше нет, конкурсов больше нет. Последний игровой день, что вам остаётся сделать? Посчитать фишки. Посчитать фишки. А мне это всё суммировать и объявить вам и нашим телезрителям победителем этой битвы в стране безопасной. Итак, четвёртый игровой день. Снова, как и в первый день, победила дружба. 18-18 у вас количество фишек. Сейчас я определю, кто же, кто же у нас победил. Сейчас сосчитаю 3, 1 в уме, 3, 4, 5, 6. А здесь у нас что? 6, 1, 9, 1 в уме, 3, 4, 5, 6. Итак, ребята, прежде чем назвать победителя, я хочу сказать, что вы вдвоём победили. Несмотря на то, кто первое место займёт, кто второе. А знаете почему? Потому что главное... Знаете почему? Знание. Да, главное это знание ваше о безопасности, насколько вы много всего знаете, чтобы обезопасить свою жизнь и тех, кто вас окружает. А после наших передач, я думаю, что ваша копилка этих знаний очень-очень пополнилась, Артём. Согласен со мной? Хорошо. Ну что ж, а теперь победитель. Артём, как ты думаешь, кто победил? Аш. Действительно победила Даша на этот раз. У тебя, Даша, 69 фишек. А у тебя, Артём, всего лишь на несколько фишек меньше. У тебя 63. Поэтому ты занимаешь почётное второе место в упорной борьбе. А ты, Дарья, первая. Так, подарки. Ура! Артём, поздравляю. Тебе подарок. А это для нашей Даши. Спасибо. Ребята, я вас поздравляю и желаю вам успехов в вашей жизни. И жду встречи с новыми участниками. Место встречи остаётся прежним. Это ваша страна безопасности. До встречи, ребята. Пока-пока. Пока-пока. Люстры, бра, настольные лампы, торшеры, уличные фонари, встроенная арматура. Советская, 97.